Хочу сказать вам о том, что вот наш Господь Иисус, когда был послан на землю, что Он совершал? Да, конечно, Он совершил наше спасение, это безусловно. Но Он же не только пришел и сразу пострадал на кресте, и все. Сказано, что Он принес учение. Зачем? Что Он хотел сделать этим? Он хотел нас научить, правильно? Что? Привести нас в состояние святости, праведности. Этим Он занимался постоянно. Когда беседовал, Он все время учил и наставлял. Что делали апостолы? Они учили все время церковь. Все время наставляли. Для чего? Павел хорошо сказал. Для того, чтобы церковь предоставить Девою чистой, непорочной. То есть, чем мы здесь с вами занимаемся? Не только прослоняем, поклоняемся, это замечательно. Но мы тоже хотим, чтобы церковь была представлена пред Богом, как Дева непорочная, правильно? Поэтому церковь все время наставляет и учит. Она как мама. Все время заботится, видит, если что-то неправильно хочется исправить. И Дух нашего Отца желает того же. Он воспитывает нас всегда. Поэтому и послал сюда Духа Святого, который будет нас наставлять на всякую истину. То есть, Ему очень важно видеть нас в состоянии праведности. И вот одна из заповедей, я бы сказала, одна из важных заповедей, которая в последнее время легко нарушается, и для современной молодежи она считается как бы нормальной, но сильно Господом осуждается нарушение этой заповеди. Это почтение родительского авторитета. Посмотрите, Исход 20, 12 говорится. Почитай Отца Твоего и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Все знают, что эта заповедь единственная, с обетованиями. Но я вам скажу, не только она с обетованиями, но нарушая ее, получает человек проклятие. Как об этом не говорить? Если мы хотим, чтобы Церковь была представлена Девою чистой и непорочной, как об этом не говорить? Вы знаете, что когда Иисус перечитывал некоторые из заповедей, когда к Нему елноша богатый подошел и спросил, что мне сделать, чтобы спастись? Чтобы войти в жизнь вечную. Что Иисус Ему сказал? Он перечитывал некоторые заповеди, и одна из них была, почитай Отца и Мать. Он не стал перечитывать все десять заповедей. Но почему-то из всех заповедей Он эту подчеркнул. Написано, почитай Отца и Мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Мы знаем с вами и говорим часто такую поговорку, родители не выбирают. Это абсолютная истина. Родители не выбирают. Но Бог выбирает для каждого из нас, родителей. Всех родителей, кто кого имеет, знайте, это подарок Бога для нас. Бог послал нас именно к этим родителям, посчитая, что они нам нужны, или мы им нужны, заимно. Это не случайность. Родители у нас не случайные. Как мы должны к ним относиться? Если Павел говорил, что мы должны почитать начальство, так первое начальство — это наши родители. И даже если в глазах некоторых детей родители не выглядят так, как им хотелось бы, они обязаны почитать родителей. Это заповедь, которую нельзя нарушать. Родители, в каком бы возрасте они ни были, остаются властью для детей. Пока живы родители, надо почитать их власть над собою. Хочу объясниться. Это не значит, что родители должны командовать над взрослыми детьми. Но мудрость прислушивается к советам родителей. Потому что родительский авторитет должен у тебя стоять. Я помню своих родителей, когда они наставляли меня и говорили, я знаю, что ты пастор, но... Но ты должна вот это, вот это, вот это исправить. Вы знаете, я всегда принимал. Это мои родители. Я думаю, что почитать родителей надо в любом возрасте, в каком бы они ни были, они родители. Некоторые думают, что вот я уже вырос, я уже взрослый, я уже сам могу разговаривать на таком уровне с родителями, на равных. Как глубоко ошибается. Тот, кто так думает. От того, что ты вырос, родители стали еще старше. И тем более, еще больше надо почитать. Вот еще Иисус обличает фарисеев за то, что они вот эту заповедь нарушили. Представляете? Я прочитаю вам, Матфея 15, 4-9. Матфея 15, 4-9. Иисус говорит. Ибо Бог заповедал. Почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет. Вы представляете, как это серьезно? Кто из вас об этом задумывался? Злословящий отца или мать смертью да умрет. Это в законе. Это Иисус повторил. И укорил фарисеев. А вы говорите. Если кто-то скажет отцу или матери, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. И как сказал Господь? Лицемерой. Хорошо пророчествовала вас Исайя, говоря. Приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учениям и заповедям человеческим. Что мы с вами видим? Заповеди человеческие учат, можно и не почитать. Они находят для этого разные отговорки, можно не почитать. Но Иисус говорит, лицемеривая. Как вы посмели устранить заповедь Божью своим преданием? Иисус очень понятно сказал, что это Богом осуждается. И при том, как смертный грех. Мы всегда говорим, что такое смертный грех? А вы задумали, что это один из смертных грехов? Мы где-то там далеко ищем смертные грехи, а не вот они. злословить родителей, злословить старших, оказывается, смертный грех. Что такое злословие? Ну, давайте подумаем, что же такое злословие? Во-первых, это недоброжелательные слова. Это и наговоры могут быть, унизительные обращения, ругательные слова, суды, непочтение такое. В общем, всякие злые слова, злословие. Всякое беззаконное слово, могу сказать, в адрес родителей. Написано злословище отца или мать, смертью да умрет. Как это дико для новой молодежи, для нашей, правда? А я скажу вам дальше. Даже не подозревают об этом современная молодежь. От этого они себе позволяют разговаривать с родителями на равных. Абсолютно. А иногда даже хуже, чем на равных. С превознесением над родителями. Как на это смотрит Бог? Как вы думаете? Я думаю, я вам сказала очень хорошо, как видит Господь вот это, как нарушение заповедей, при том страшное нарушение. Непочтительное обращение к родителям уже нарушение заповедей. Ну, что я вам скажу, мои дорогие? Может быть, можно подумать, что только своих родителей надо почитать. А других можно не почитать, если он взрослый. Не думаю. Если посмотрим и будем читать внимательно Писание, то мы увидим, что это далеко не так. Этот мир, он воспитывает поколение непочтительное. Знаете, зачем? У него есть цель. Кто во главе этого мира? Все знаете князя мира? Всего. Как же он может воспитывать поколение, которое будет благословенным? Никак. Значит, он воспитывает проклятие. Он через это воспитывает и проклинается человек. Понимаете? Проклятое поколение. Это трагедия, мои дорогие. Трагедия, которая не должна касаться церкви. Церковь отделена от этого мира. Бог сказал, вы не от мира сего. Мы должны так жить, как не от мира сего. Мы должны так учить детей, как не от мира сего. Наши дети должны жить, как не от мира сего. В мире, но не с миром. А то, что воспитывают они, придет такой момент, когда дети будут предавать своих родителей, так они же этому учат в школе. Доносите на своих родителей. Уже сейчас этому учат в школе. Это по запобедям Божьим? Это чистое проклятие. Если ребенок воспитан в почтении, сделает ли он такое? Это дух этого мира. И Павел предупреждал об этом. Он сказал, что придет такое проклятие. Придет такое тяжкое время. Вот он описывает это к Тимофею. Он говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды надменны, злоречивы. Родителям непокорны. Не сказано дети. Люди будут родителям непокорны. Неблагодарны. Нечестивы, недружелюбны. Непримирительны, клеветники, невоздержны. Жестокие, нелюбящие добра, предатели. Наглые, напыщенные, более сластолюбивые, чем боголюбивые. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вот оно, наследие последнего времени, с которым мы сталкиваемся, лицом к лицу везде и всюду. В транспорте, в магазинах, удивляемся, откуда это? В школах, на работах, в домах. И в некоторых домах. Это горе. Это проклятие этого мира, этого времени. И вы видите, что он наряду с этими грехами стоит родителям непокорным. Не подсчитают родительский авторитет. Стерли. И сегодня некоторые дети заявляют родителям, мы уже взрослые, все. И пошли унижать родителей. Как на это смотрит Бог? Как это опасно? Поймите, это опасно. Потому что сказано смертью, да умрет. Почему болеют? Что случилось? А потому что смертью, да умрет. Не сразу, раз и умер. Но проклятие начинает действовать в человеке. в жизни, в теле. Откуда? Откуда? Вот отсюда. Потому что это заповедь с благословениями. Почитающий отца и мать получает благословение от Господа. Понимаете, насколько это серьезно? Итак, родительский авторитет это не только твоя мама, твой папа. Это родители твоей жены, твоего мужа. Это взрослые соседи. Это те, кого ты встретил на улице, но он седой. Он старше тебя. Это все авторитет взрослых. Он чей-то родитель. И Бог не разбирает. Твой это, не твой, а ну тогда можно. Хами. Так не рассматривается. Смотрите, как Моисей провозглашал проклятие, когда. Как он говорил, что если вы не будете соблюдать заповеди, Бог пошлет на вас народ наглый. А что он назвал наглостью? Вы только посмотрите. Второзаконие, 28 глава, 50 стих. Народ наглый, который не уважает старца. Как хотите, украшайте этот порог. Но Бог его назвал наглостью. Украшайте этот порог. Вы уже взрослые просто. А Бог говорит, народ наглый, который не уважает старца. Он и юношей не пощадит, потому что он наглый. И Павел, вы видите, наставляет Тимофея, ставя его пастором, говорил, как надо обходительно обращаться со взрослыми. Тимофей не был ребенком. Он был парнем, да, молодым, но он не был ребенком. Но он его наставлял, как надо обращаться со взрослыми. Даже в тот момент, когда взрослый неправ. Не бывает такого, что раз он взрослый, он всегда прав. Он может быть и неправ. Но где ты должен иметь почтение, даже когда он неправ объяснять ему почтительно? Всегда помня, что он родитель. Первый Тимофей 5.1.2 Он ему говорит, он помазанник, он пастор. У него есть авторитет. Но Павел ему говорит, старца, не укоряй. Ну как же, он же грешит. Старца, не укоряй. Он старше тебя, все, не укоряй. Но увещевай. Как отца. Значит, отцу можно сказать, папа, ну так нельзя, ну это неправильно. Но почтение должно быть в твоем голосе, в твоем тоне, в твоем отношении, в твоем обращении. как отца. Вещевай. Младших, как братьев. Старец, как матерей. Молодых, как сестер, со всякой чистотой. Вы слышите, как надо разговаривать друг с другом, особенно со старшими. Если хотите иметь благословение, если хотите не нарушать заповеди Божьи, потому что не укради, не прелюбоди, это мы все понимаем. А вот насчет того, чтобы как со старшими разговаривать, тут не всегда получается правильно. И горький самообман, что ты уже вырос и можешь обращаться без почтения взрослым. Горький самообман. Библия очень строго это рассуждает и судит. Пророк Михей также описывает действия проклятия в народе. Когда народ отступил от Господа, что происходит? Он говорит, в таком народе появляется что? Наглость. Тоже это самое слово наглость. Почему и непочтение взрослым? Наглость и непочтение взрослых. Сейчас мы посмотрим. Михей 7 глава 2.7 не стало милосердных на земле. Нет праведных между людьми. Все строят ковы. чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков. И судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей. изощают дело. Лучшие из них как терм. И справедливые хуже колючие изгороди. Дальше он говорит день провозвестников. То есть те, которые провозвещают, проповедуют, провозглашают. День провозвестников твоих. посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу. Не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. И дальше говорит почему все это. И бо сын позорит отца. дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышь меня. Вот так о последнем времени Михаил пророчествует. Называет это все действием проклятия. Что появится наглый народ. И враги человеку домашние его. Не помните Иисус сказал те же слова? Иисус повторил слова Михея как проклятие. Соломон пишет очень интересно. Если вы читаете притчи Соломона, вы многому умудритесь, многому научитесь, сопоставите себя, подходит ли ваша жизнь мудрости. Притча 30 глава 17 стих. Смотрите, как он говорит, глаз надсмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные. и сожрут птенцы орлиные. Следующее 22 23 22 23 22 Слушайся отца твоего, он родил тебя. И не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Притчи 19 26 Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Притчи 20 20 Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Можно продолжать и продолжать. Потому что это одна из заповедей, которая очень важна. Человек, я думаю, особенно в последнее время, на это не обращает внимания. Это стало привычкой, такой разговор стал обыденным. Безо всякого почтения. Но я вам показываю, насколько это важно. Как Господь об этом судит. Какое это нарушение заповедей, одно из основных заповедей. И в законе сказано вообще о старцах. О тех, кто старше тебя, от тех, которые тебе годятся в отцы, в матери, в бабушки, в дедушки. Здесь не обязательно родственные отношения. Старца надо почитать, седину надо почитать. Надо научиться, если еще не умеем разговаривать с почтением. Левитам, Левитам, Моисей сказал, 19, 1. Как говорил Господь Моисею, при лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога твоего я Господь. Я ж не ворую, я ж не убиваю, я ж не прелюбодействую. Ну и что? А как ты ведешь себя со старцем? Вообще нет никакого почтения, вот тебе все. Если ты нарушил одну из заповедей, ты нарушил все заповедей. Если вы хотите быть чистым, святым, непорочным, значит и это надо подправить себе. Нужно научиться почтению и друг с другом разговаривать почтительно, как и Тимофей и Павел учил. Как с сестрой, как с братом и со старшими почтительно. Это повеление Бога. Так что почитайте, почитайте и учите почтению ваших детей, чтобы никогда не услышать «Это народ наглый». Чтобы не было это в нашу сторону от Господа никогда не сказано. Так хочется, чтобы мы были таким народом, такой церковью, приготовленной невестой, без пятна и порога. Так хочется, чтобы это было в нас. Мы с вами видим, как Давид относился с почтением к Саулу, хотя Саул того не заслуживал. Саул несправедливо за ним гонялся, хотел его убить. А как обращался к нему Давид? В то время, когда тот враждовал с ним, гонялся за ним. Давид говорит, Отец Мой. Вы понимаете, что такое почтение? Неважно, он плохо себя ведет, неплохо себя ведет. Ты ведешь себя хорошо. Понимаете? Ты ведешь себя хорошо. Как он ведет себя, Бог знает и осудит. Ты ведешь себя правильно. Он говорит, Отец Мой, посмотри, вот у меня кусочек от твоей одежды, я мог тебя убить. Он не говорит, ага, вот видишь Саул. Нет, почтение оставалось всегда, почем культура. Потому что он помазан внутри, внутри, понимаете? Вы все помазаны внутри, вы все христиане. Внутри вас Дух Бога живет родного. Как вы должны себя вести, как должны говорить? Как должны жить? Вы знаете, что сейчас воспитывается вот этот наглый народ для того, чтобы потом наглого царя принять? Он готовит себе поколение, как в откровении говорится, что и у Данила говорится, что когда придет, наглый царь придет. не буду перечитывать, Даниил 8, 23, 25, можете почитать. И вот это поколение его примет, это родное, это свое. А кто не примет? У кого это отторгнет, потому что внутри нет этого, нет наглости? Те это не примут. церковь должна отторгать такое поведение. Второе Тимофея 3, 1, Павел предупреждает, в последние дни наступят времена тяжкие. В другом месте говорится 2 Тимофея 3, 13, 17, злые же люди и обманщики будут преуспевать преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А что должны делать мы? Он объясняет. А ты пребывай в том, чему научен. И что тебе верено, зная, кем ты научен. Вы знаете, мне хочется эти слова к нам сказать. А ты пребывай в том, чему ты научен, зная, кем ты научен, Духом Святым научен. Господом научен. Вот пребывай в этом. Потому что ты знаешь, это из детства своего рождения духовного знаешь, что правильно, что неправильно, что неправильно, что воспитание этого мира оставляем. за этими дверями за нашей жизнью прежней. Вы новое творение во Христе Иисусе. Вы народ избранный. Вы призваны в Божий удел. Вы население Божье. Вы царственное священство. Как вы должны себя вести? Я думаю, вот так, как описывается о любимой Церкви Божьей. Любезной Голубицы. Правда? Культуру духовную иметь, да? Вот призываемся к этому. И сегодня мы празднуем Родительский День, но он фактически не один день в году, а почтение каждый день пусть будет. Живите в почтении. являйте детям своим уроки вашего отношения к родителям. Пусть ваши дети видят, как вы почитаете старших и будут учиться от вас. Почитать в дальнейшем вас, мои дорогие молодежь. Я вас благословляю. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ Продолжение следует...